После опроса людей, которые возвращались от водопада, они сказали, что стоит, раз приехали, все-таки стоит сходить. Я, если честно, хочу сходить посмотреть. Хотя там водопад такой маленький, ручеечек. Ну, в общем, это следовало ожидать. Здесь идет подъем в гору, подъем в гору. И, не знаю, мы, конечно, встанем по-любому. А я со своим давлением, возможно, тоже. У меня что-то голова начала болеть. Серега вперед рванул, сказал, что меня ждать не будет. И он, конечно, сделал так. В общем, идем. Все по ступеньке есть по пути. И хочу сказать, что все-таки подъем здесь тяжелый. Для меня, не спортивной девушки, вот это синее не море, а это лес. Это сопки, то есть горы. Здесь просто очень крутой подъем. Сережка вдымается лучше, потому что он спортом занимается. Анжела вот так занимается. Да, разговаривать не буду, потому что тяжело идти. Не, я пойду дальше. Вон он бьется сверху. Что ли, это водопад? Да, посмотрела на него. Маленький пищуречек. Пищуречка не водопад. Это как нас возили на Джур в Крыму. Мы ездили тот год, когда была вода. Короче, шли мы шли 20 минут уже медленным шагом и подошли к какому-то ручью, которых у нас в Магадане дофига на сопках. А тут это все называется крутыми водопадами. Но это еще не все. Мы ведем еще выше. Фух, а я выдыхаюсь. Ну, а сейчас самый крутой подъем так называемому водопаду. Прям буквально, считай, не по ответственной горе. Это пипец. Но дойти до этого места и не подняться, конечно, это смешно. Поэтому прем вверх. Мы почти дошли. И вот ради вот этих ручейков люди подымаются. Типа посмотреть на крутой водопад а-ля Виктория. Или тот же Джуржур в Крыму. В нем гораздо больше воды. Но не сказать, что я впечатлилась, это ничего не сказать. Мы видели лучше. Да, мы уже видели лучше. Уменьшенная в тысячу раз в Магадане. Да, в тысячу. По-моему, уменьшенная больше, чем в тысячу раз. Магадан, копия Магаданского водопада. Все фотографируются. Все пробуют воду. Не дойти, не попробовать. Да, дышу я, конечно, пипец. Но нет у меня физподготовки. Дальше я не пойду. И здесь необычайно много мух. Пока подымались, все ноги пообсиживали. Еще и с маленькими дистами сумасшедшие люди. Ну, или герои нашего времени. Да, наверное, потому что засуха. Он так называется только водопадом. Мы с ним все отдыхаем. Сяду на пенечек, с ним пирожочек. Да, пойдем. Ну что, мы добрались до этого места, которое называется водопадом. У кого больное сердце, то задыхается, то у них спортивные подготовки, у кого давление. Не ходите сюда. Оно вам не нужно, оно не стоит того здоровья. Ну, я забралась, чем из-за я приехала. Ну, впечатление так себе, как я уже сказала. А, ручьёчек, у нас дома таких больше. Ну, красиво. Что вы говорите, красиво. Ну, спускаться гораздо проще, чем подыматься. А Серега уже тут воды фотографирует. Воды этого ручья, так называемого водопадом. Ну, конечно, здесь красиво, виды красивые. Но нас, живущих в Багадане, этими видами не удивишь, потому что, ну, у нас просто сопки. Чуть-чуть пониже, чуть-чуть поменьше. Вот этих ручьёв полным-полно. Господи, кто-то забрался так высоко. Вот мы будем скованы. Тут даже вот спуститься вниз надо очень осторожно, чтобы не упасть, не сломать ничего. А он залез вообще фиг знает куда. Он видео фотографирует. И меня заодно. А я медленно-медленно спускаюсь с гор. Вообще, подвиг, наверное, совершают тех, кто идут сюда с детьми. А кто с маленькими детьми, я видела на руках. Да ты с ума сойти можно. Ну, или здоровья у людей больше. Они ещё молоды. Не такие, не такие пожилые, как мы. Ну, а горы здесь, конечно, потрясающие. Они будто нависают над тобой. Такое грандиозное зрелище и небо. В горах оно низкое. Как будто оно прямо вот на тебе. Его хочется вот так вот потрогать руками. Если б вы знали, какой кайф спускаться вниз, а не идти вверх. Медленно, чтобы не подвернуть ножку. Как в прошлом году я себе лодыжку подвернула и коленку. О, это было что-то с чем-то. А вот сейчас вот вниз иду хоть много каменюшек. Обувь должна быть удобная. И просто идёшь и кайфуешь от того, что ты уже не так дышишь, как ты шёл наверх. А кто-то ещё идёт смотреть этот ручеёк, называемый водопадом. Не, ну мы свершили подвиг. Мне это понравилось. Всё-таки, ну не зря же мы ехали так далеко. И так высоко поднимались. Мне очень нравится, что здесь на каждом уголке, каждом поворотике, закрутке есть лавочки. И можно посидеть, отдохнуть. Если ты устал. А устаёшь ты именно на подъёме. На спуске нет. В общем, мы сделали это. Я рада. Ещё хотела добавить, что лично я не ощутила разницу в температуре. Все говорят, что там прохладнее. А мне там очень хорошо. Там такой гаданский климат. А ещё пока я поднималась, я, конечно, разгорячилась. Я вся иду мокрая. А сейчас вот спускаешься. И так вообще хорошо-хорошо такая прохлада. Кто-то кого-то уже зазывает. Даня, первый подъём совершили, в общем. А мы вот почти спустились. Ой, я рада, что мы совершили это восхождение. Кто-то и не хотел. Вот тот, который впереди. Но мы же женщины. Мы уговорим. Фух. Мы опять, наконец-то, сели в своё такси. Ла-ла-ла. И едем вниз. Вау. Вау-вау. Вау. Дышу я ещё так? А потому что я до сих пор запыханная. Ещё один подъёмчик. Они, знаете, такие незаметные, но они подъёмчики. Поэтому, кто пойдёт, не пейте перед тем, как. И обязательно физподготовка. Серёж, смотри, вот тот курорт, с которого подъёмник идёт. Как он? Куда мы заезжали на автобусе? Вот этот вот. Там подъёмник. Ну, не курорт. Там вот, где зелёные крыши. Там подъёмник «Газпрома». Да, ну, не видно при приближении сильно. Но там тоже трассы. И это уже на высокие горы. Ну, а здесь тоже всё видно. Мы теперь знаем, что такое канатка. Надка, надка, канатка. Смотри, как они на бок пересели. У них всё на бок. На боку, в одну сторону. Не буду озвучивать. Деревья, деревья громоднейшие. Они и ниже нас, и выше нас. Здоровые, здоровые. Ой, хотела бы я ещё всё-таки зимой здесь побывать. Вот хотела бы. И посмотрите на вот эту сопку. Гору. Гору. Я всё сопки по привычке называю. Облака прямо вот лежат на них. Вот эти тени от облаков. Красотища. И цвета разные. То есть, вблизи у нас всё такое ярко-зелёное. Или сочное. Или немножко уже коснувшееся осенью. Листва и зелень. А потом уже так в дымке, в дымке уже отдалённо. Вот как рисуют, правда, художники на картинах. Вот эту красоту. Помните, были какие-то индийские художники? Не помню их фамилию, к сожалению. Вот они писали горы. И у них горы были в таких голубых и сизых дымках. Я думала, что такого не бывает. Оказывается, бывает. Я думала, что они вот тут вот. А вот где заезд на вот этот подъёмник. Там там целый клубочек, его посёлочек. И чуть-чуть дальше вот с зелёными крышами. Чуть-чуть приблизила. Ну, судя по всему, там домики тоже сдаются. Потому что такие рубкиные, рыженькие. Нет, просто. Карусели. Есть на Газпроме карусели. Даже и есть. Ну да, это от них, от них. От Газпрома. Ну, вот там, где мы свершали Газпрома. А это вот, куда мы сейчас возвращаемся. По одной канатке, по второй. Ой, как уши заложила. Тебе заложила? Вот сюда вот так вот чётко виден этот городочек. Достаточно большой. И машины ездят. Всё-таки дорога есть. Видите, машины ездят. Конечно, сюда людей привозят, наверное, на такси. И вообще должен быть транспорт. Наверное, дорога эта витиеватое где-то в сторону уходит. Интересные виды. Я всё разглядываю эту канатку Газпрома. Ну, кстати, это очень быстро едем. Так быстренько спустились. Там она вот вырублена. Здесь вот так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. И вот идёт вверх. Вот те отборы. И там тоже, смотри, дома наверху. Городочки. Везде построили что-то наверху. Как? Как это возможно? Там даже большие дома. Смотри, там чуть дальше. Вот, вот здесь, да. Интересно, как это жить на горах так высоко. Это ж постоянно давление. Там же всё по-другому. Наверное, привычка. Здорово, сус. Не понравилось. Рассматривать всё. Так, всё. Эту канатку мы освоили. Возвращаемся на основное место. И оттуда вверх. На высоту 2375 метров. Ну вот, мы и совершили восхождение. Или можно по-другому назвать. Короче, прошли по тропе здоровья до водопада поликаря. Или поликаря. Это мы стоим возле таблички указателя, куда идти. И, конечно, я не могу сказать, что эта дорожка была лёгкой. Нет, она была трудной, потому что подъём крутой. И для тех, у кого нет кроссовок, кто в босоножках, у кого больное сердце, кто запыхивается, задыхивается, или маленькие дети, а ещё и грудные. Я видела, с грудными детьми совершают туда восхождение. Это очень тяжело. У кого есть возможность туда не ходить, не ходите. А кто более подготовлен, прогуляйтесь. Времени это занимает где-то медленным шагом 20-30 минут туда и также обратно. Вот, мы добрались. Видите, какой он. На водопад он не сильно похож. На такие водопады Виктории или ещё какие-то. Но, тем не менее, он называется водопадом. Вот, и, конечно, когда обратно ехали, прокатились по этой канатной дороге с открытыми кабинками. Очень понравилось. Сначала, конечно, такой страх, а потом один задор. Потому что перед тобой такие виды красивые простираются. И высота под тобой такая, что... Да не страшно упасть. В общем, сидишь, смотришь, машешь ногами и разглядываешь всё вокруг. Очень здорово. И, учитывая, что это осень, и осень это 14 сентября 2019 года, виды уже, зелень разных цветов, и не такая сочная, яркая. Но, тем не менее, лес потрясающий. И спасибо, что путешествуете вместе со мной. Что смотрите. Я на этом прощаюсь. Смотрите следующее наше восхождение на высокую гору. «Чёрная пирамида» в следующем видео. Пока-пока и до новых встреч. С вами была я, Анжелина Джули из Магадана. «Чёрная пирамида»